Кан ТФ-Х, турецкий проект истребителя пятого поколения, первоначально называвшийся ММЮ Милли Мухари Пучак, который в мае 2023 года получил новое официальное название Кан, что означает древнетюркский титул правителя. Он заменит устаревшие американские самолеты F-16, которые в настоящее время составляют основу турецких ВВС. Утром 21 февраля 2024 года турецкий истребитель пятого поколения Кан впервые поднялся в небо в рамках серии испытаний. В конце 2023 года самолет прошел ряд испытаний, катапультного кресла, статических испытаний систем управления, систем авионики, запуска и тестирования двигателя, а также проход по взлетно-посадочной полосе. Затем был разрешен первый взлет. Самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Турции, испытания прошли успешно. Самолет находился в воздухе в течение 13 минут, развив скорость 425 километров в час на высоте 2440 метров. Кан пролетел по заданному маршруту и приземлился с помощью тормозного парашюта. Испытательный полет проводил летчик-испытатель Барбарас Димирбаш. После приземления зрители и разработчики приветствовали самолет аплодисментами. Кан способен развивать скорость 1,8 Маха, 2205 километров в час. Отличается высокой маневренностью, точностью прицеливания. Сконструирован по принципу малозаметности. Уже начато строительство еще двух тестовых самолетов Кан, готовность одного из них должна быть уже в середине этого года. Прототип Кан использует тот же американский двигатель F-110, как и на F-16. Анкара направила в США запрос на совместное производство двигателей J-Aerospace. Всего было закуплено 6 двигателей для первых трех прототипов. Поставка истребителей турецким ВВС запланирована на 2028 год, это будет 20 самолетов, в версии Блок-1. В 2029 году Турция планирует выпускать по 2 самолета в месяц. Однако Турция не может производить собственные авиационные двигатели. Сначала планировалось использовать в самолете американские двигатели JF-110, но позже от этого отказались и рассмотрели возможность создания двигателя турецкого производства с привлечением в проект иностранных специалистов. Украина ведет переговоры о своем участии в проекте и хочет взять на себя ответственность за двигатель. Так исторически сложилось, что Украина обладает значительным актуальным потенциалом в этом вопросе. Трудно переоценить роль украинских двигателей в производстве знаменитых турецких беспилотников семейства «Барактар». Работа над проектом современного истребителя – это совершенно новый уровень. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, Украина готова приобрести турецкие самолеты и поставить их на вооружение собственных ВВС. Украина также приобретет КАН. И мы не ограничимся их покупкой, мы будем использовать их и знаем где именно. КАН может составить конкуренцию американским истребителям F-35 и F-22. Более того, украинские специалисты уже участвуют в разработке самолетов пятого поколения.